Заседание клуба «Молодые экономисты Евразии» организовано Фондом социально-экономического развития «Евразийское Содружество». Основные его задачи – это создание условий для общения и установления долгосрочных личных контактов между молодыми людьми и стран ЕАЭС, развитие социальной активности молодежи и укрепление дружеских межнациональных отношений. Подробнее об этом рассказала вице-президент фонда, доктор экономических наук Ирина Окольнишникова. Мы сегодня рассматриваем тему создания единого интеграционной евразийской экономики на базе тех экономик стран Евразийского Содружества – это Россия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и другие страны, которые мы имеем на сегодняшний день. Такая необходимость назрела. Молодые у нас сегодня очень активно занимаются исследованиями в этой области. У нас в процессе подготовки находится целый ряд кандидатских и докторских диссертаций, причем пишут их как граждане России, так и граждане Киргизии и Таджикистана, и посвящены они различным вопросам экономической интеграции на евразийском пространстве. На дискуссионной площадке клуба выступили участники заседания с докладами на абсолютно разные темы, начиная от финансового и валютного регулирования стран Евразийского экономического союза, заканчивая особенностями рынка риэлторских услуг в этих странах. Об опыте работы малого бизнеса на Южном Урале рассказал аудитор хозяйственной деятельности Дмитрий Трубеев. В первую очередь я отметил, что государство оказывает, еще раз повторюсь, поддержку молодым предпринимателям. Я отметил проблемы, в частности, отсутствие у молодых предпринимателей собственных средств на старт своего бизнеса. Затруднен доступ к кредитным ресурсам, потому что, ну как вы понимаете, у молодого предпринимателя возраст, так скажем, сказывается на предоставлении ему кредита. Это низкий стаж трудовой. Это все затрудняет финансирование в крупном объеме. На этом заседании члены клуба «Молодые экономисты Евразии» положили начало для укрепления дружеских межнациональных отношений, что в дальнейшем, как надеются организаторы, послужит объединению усилий молодежи в экономике и развитию бизнес-пространства. У нас есть уже поддержанный рядом стран проект создания Единой Академии наук, в частности, с экономической точки зрения, потому что Академии наук этих стран, ну, достаточно сильно пострадали в результате распада СССР, и там надо много восстанавливать. У нас есть очень много проектов интересных задумок в сфере экономики, промышленности. Мы планируем работать вот в этом направлении.